Я хочу рассказать про период от нуля до 25 недель. А ты можешь принять тот факт, что если у нас вообще не будет детей, а у меня тут вообще просто взрывы, буря, ураган, быть святым и добреньким всегда нет. Что смотреть? Что делать? А что сейчас происходит? Как вообще с этим всем быть? Соломон, дашь мне еще минуточек 20? Я очень важный влог, написываю про тебя вообще-то. Занимались много с психологами и с разными учителями, ездили в сильные места и молились. Ветские монастыри, самые сильные, где жил Дейл-Алама. То, что есть между мной и Мурадом, оно же должно остаться. Это первостепенная вещь. Наши отношения и чувства как-то падают, а это вот такой подпитыватель. Я не верила. Это шок. Это вообще космос. Что-то нематериальное. Друзья, всем привет. Этот влог я должна была записать во время беременности. Но так как я родила на три недели раньше срока, я записываю его уже с трехнедельным Соломоном. Будь здоров! Что я хочу рассказать в этом влоге? Я хочу рассказать про период от нуля до 25 недель. Наверное, один из самых важных периодов, которые происходят у беременных, особенно в первую беременность. Было вообще много разных эмоций. От растерянности до восторга. Я помню момент, когда... Вот прошла вся эйфория того, что мы забеременели с Мурадом. Я помню тот момент, когда мы не знали, что смотреть, что делать, а что сейчас происходит, как вообще с этим всем быть. Может, нужно в какие-то разные периоды что-то делать. Вот поделюсь в этом влоге своим опытом. Чтобы вы понимали, вот здесь вот я вся такая красивая, да, в пижачке, а снизу у меня штаны и ритузы удобные для мамы новорожденного. Но это магия. Магия Ютуба. Для тех, кто не читал вот этот журнал, это обложка Мари Клэр, которая вышла за неделю до родов, чуть раньше, в которой я уже, ну, то есть была на девятом месте беременности. Я поделилась нашей историей. Обложку я сделала по причине того, что не просто показать, что какая классная, беременная и счастливая, а я хотела поддержать всех тех людей, кто так же, как и я с Мурадом, долгое время не могли забеременеть. Вот такой вот был у меня важный посыл, и я хотела очень помочь. Я услышала и увидела десятки письм и сообщений, сотни даже, где девочки делились, что они тоже долго не могли, и рассказывали невероятные истории, когда у девчонок было вообще бесплодие, им говорили, что вы никогда не забеременеете, и в итоге ребёночек приходил и здоровый, и замечательный. Это невероятно вдохновляет всё. Крайне важно этим делиться, и я старалась делиться тоже этими историями, которые мне присылали, и это было очень сильно. Потому что самое важное вообще подготовки к беременности в нашем случае, потому что мы много лет не могли забеременеть, и скажу вам честно, что когда Мурат стал ходить к врачам тоже, ему практически сразу стали говорить, что ну сделайте эко, возможно у вас получится. Так естественным путём у вас не получится. И это, конечно, очень сложно слышать. Ещё из дурацкого, наверное, раз уж мой YouTube, это мой YouTube откровенный, я, несмотря на то, что мне 34 сейчас года, до 30, наверное, лет, я думала, что если люди не предохраняются, то они в 100%, 100% сразу же заберемеют. То есть когда мы с Мурадом решили, поговорили и решили, что да, мы хотим ребёнка, пора, время пришло, мы это чувствуем, мы это желаем, и немножко отсылаясь назад, для нас было крайне важно, несмотря на то, что мы на тот момент уже были 7 лет вместе, уже несколько лет замужем, нам было важно не обращать внимания на социум, который говорил, да вы же давно замужем, где ваши дети. Мне очень часто писали люди такие вещи, особенно там и на пандемии в том числе, «Ой, вы такие все счастливые, это потому что у вас детей нет», или «Ой, вы так легко путешествуете, а вот попробуйте попутешествовать с детьми». И, конечно, столько было, ну, вот таких вот странных, злых сообщений, или «Ой, ну вы не настоящая пара, пока у вас нет ребёнка». И люди такие вещи пишут, абсолютно не понимают, что в этот момент они могут очень сильно ранить человека, который о романе пишут. Никто же не знал, что на тот момент мы уже давно старались, и очень хотели ребёнка, и у нас не получалось. И вы такими фразами, что, ну, это было правда, очень-очень больно и неприятно, и благо, что мне не мурада не свойственно рефлексировать на какие-то негативные темы, мы как-то это пытались выводить в шутку. Но, тем не менее, ребят, никогда, если вы это слышите, никогда не позволяйте себе додумывать что-то за другого человека. Вы не знаете в моменте, что этот человек переживает, и насколько сильно ваши слова могут повлиять на него. И был какой-то момент, когда я правда удивилась, что не с первого раза всё получилось. Потом стали ходить к врачам, просто обследоваться, смотреть на наше здоровье. Вот такая вот история. Я немножко так задумчива смотрю, что можно, что этично рассказывать, а что нет, потому что тема очень откровенная, если честно. С чего я начинала и говорила про этот журнал, я там, в принципе, подробно всё рассказала. Была невероятная съёмка. Я безмерно благодарна команде Мари Клэр, которая рискнула поделиться такой историей, сделать очень откровенную обложку, очень стильную, не типичную для беременных, где они там в летящем платье фотографируются. И несколько лет мы пытались, занимались многое с психологами, с разными учителями, ездили в сильные места и молились. Мы просили ребёнка во всех святых местах мира, по которым мы путешествовали. И тибетские монастыри, самые сильные, где жил Дейлай-Лама. Это были и индуистские монастыри в Индии сильнейшие, в Варанасе. Были мусульманские мечети, самые сильные в разных частях планеты. Это были храмы на Бали, храмы и монастыри в Грузии, на Армении. Были монастыри, если говорить про Москву, кто будет смотреть про Москву. Для меня это Зачатевский монастырь, очень сильный, и мной любимый. Был Даниловский монастырь, недалеко от меня. Тоже там сильные очень иконы находятся. Это был Сергий Спасат, это был Владимир. Вся наша вот золотого кольца. Это покрова на Нерли, где мы также просили ребёнка и много-много молились. Это был долгий путь к тому, что это были психологи, это были и занятия, это были ритуалы различные. То есть всё, что можно было делать, мы делали. И самое главное, мы не переставали верить. Это очень крутая проверка для отношений и для пар. Очень крутая. Просто момент, когда ты не обвиняешь друг друга, что это из-за тебя или ты. То есть когда ты в таком отчаянии, у тебя что-то не получается, легче всего свалить это на обстоятельства, на близкого человека, но не принять себе. Я знаю этот тонкий момент, когда ты фокусируешься не на негатив и не на раздражение, когда легко в это упасть. А когда ты ловишь себя в этом моменте, вот что такое осознанность, когда ты в моменте анализируешь, что с тобой происходит и почему. Осознанность — это не значит быть святым и добреньким всегда. Нет, это в моменте отслеживать и анализировать, простыми словами говорю, что с тобой происходит, почему и всю цепочку. Вовремя себя рулить и не погружаться в какие-то помрачения, в состоянии или страхов. Я помню этот момент, когда можно было легко свалиться вот в это раздражение, разойтись, а наоборот, эту ситуацию повернуть как возможность на новый виток и новое сплочение друг с другом. Если философствовать, то наша физика — это уже конечная инстанция, когда наше тело уже говорит про что-то или чему-то хочет нас научить, или на что-то обратить внимание. И вот я была в нашем случае убеждена, что как только мы с Муриком выйдем на какой-то новый уровень взаимопонимания отношения, обоюдный, вот тогда придёт ребёнок. И мы, конечно, много над этим работали, это не происходит в один день, и мы много занимались, каждый из нас. Да, мы сфокусировались на наших отношениях, чтобы они были ещё крепче. И Мурик, такая интересная история, я ей делилась. Мурик ко мне как-то после очередного работы с психологом пришёл и сказал, «Наташа, а ты можешь принять тот факт, что если у нас вообще не будет детей, что мы останемся счастливы?» Когда он мне это сказал, а я такой, знаете, очень терпираментный человек, такой боец всегда, я говорю, «Как?» «Нет, не могу, я долгое время не могла принять это, я не могла понять вообще глубину его фразы и слов». Это очень сложная фраза и очень сложно принять на уровне сердца. Я, конечно же, понимаю, что да, ребёнок — это счастье, это Вселенная, но он вырастет, отдельная душа, отдельный человек, надлежащий нам. Мы такие некие проводники этих людей, душ в том числе. Это невероятная любовь и счастье, это целый космос и Вселенная, безусловно, но то, что есть между мной и Мурадом, оно же должно остаться, и это, наверное, первостепенная вещь, из-за которой получается быть в том числе. У меня ещё был такой страх, тоже откровенно скажу, что я не хотела, чтобы был ребёнок для того, чтобы это был новый виток наших отношений. Тоже объясню, что это такое. Чтобы это был новый виток в том, что наши отношения и чувства как-то падают, а это вот такой подпитыватель. Я хотела настолько сильные отношения, чтобы это было плодом, а не спасательным кругом для отношений. Это мой был страх. Боюсь историй, когда мама с папой разводятся, как бы они ни любили ребёнка, ребёнок всё равно получает вот такую некую травму. Всякое бывает в жизни, я всё понимаю, но мне очень этого не хотелось, очень хотела быть уверенным, что мы настолько сильно любим друг друга, что ничто нам не помеха. Хватит о серьёзном и грустном. Расскажу, как мы узнали, что мы забеременели. Соломон. Дашь мне ещё минуточек 20 поболтать с ребятами? Я очень важный влог записываю про тебя вообще-то. Наверное, даст. Мурикова в том году было 35 лет. 15 мая у него день рождения. Пандемия. Никуда не выехать. Мы долгое время не выезжали. Мы поехали за город, взяли двух своих друзей, Свету и Симона, и поехали. И так же 35 лет мы не смогли отпраздновать, так как хотел Мурат. Я у него всё время спрашивала, говорю, Мур, что тебе подарить? Что тебе подарить? И он так всё-таки говорил, подарил мне ребёнка. Подари мне ребёнка. И, ну, хихикали. Я как-то при себя подумала, блин, было бы классно, если бы это всё совпало, была бы у меня задержка, и я в день рождения бы сделала тест. Или не в день рождения, где-то рядом. Но в день рождения бы ему сказала. И, в общем, приходит день рождения. Я просыпаюсь в 8 утра, мы за городом. Представьте, такой дом красивый, окна в пол, природа, лес, озеро. Такое утро, тёплое, май же, в конце концов. Я в 8 утра иду в уборную, очень сонная, делаю тест, полусонная, а я тысячу тестов сделала. Вижу, что на нём написано «Беременна 2-3 недели». Вы знаете тот момент, когда не можешь, ну то есть, ты ещё такой сонный. Я пытаюсь вглядеться в этот тест, правда это или нет. И каждый раз, когда ты что-то планируешь, то если это случится, я буду вести себя так или так, всё проходит не по плану. Я так стала нервничать, я не верила. Это шок, это, ну это вообще космос. Я сразу же бегу к Мурану, прячу тест и говорю «Мур, просыпайся, я буду тебя поздравлять». А сама, видимо, так волнуюсь, Мурик такой «Да-да, 15 минут». Он ещё закрытым глазом, он говорит «15 минуточек посплю ещё и потом встану». Какой? А у меня тут вообще просто взрывы, бурь и ураган. И я внутри понимаю, какой 15 минуточек я не выдержу. И я такая лежу, вот так вот. Ну он-то меня очень хорошо знает. Я говорю «Мур, ну проснись, я буду подарки делать». И он понимает, что что-то не то со мной. Я бы его так не будила. И он такой тоже начинает всматриваться в меня, так, знаете, просыпаться, так моргать. И до него доходит какая-то маленькая мысль. Он такой говорит «Наташ, это что-то нематериальное?» «Наташ,